Да, я застелю. Девочки, всем привет. Не дает кровать застелить, представляете? Я только отвлекусь, она начинает лизаться. Только ее начинаю прогонять, начинает кидаться. Ирис, поздоровайся с девочками и все, и сурли отсюда. Иди. Ирис. Девочки, у вас тоже такие кошки? Такие. Наглые. А? Неожиданно, нежданчик. Ты что, вообще, что ли? Особо боюсь. Ирис, все, давай, сурли отсюда. Дай. Девчонки, боюсь. Она сейчас начнет голос подавать. Это как вчера. Вчера или когда, я не помню, сидели за столом, значит, ужинали. И кто-то где-то там то ли загремел наверху, то ли чего-то. Я не знаю, наверху тоже ремонт сейчас сделают. Дети там уехали, там двое детей, полтора года и полгода. Ну, не помню. Какой-то был звук. Посторонний. Я так и побежала, я говорю, Ирис, голос. А еще не хватает, чтобы она залаяла. Ирис, давай, все. Иди. Она на пальцы смотрит на мои. Она же не на телефон смотрит, а на пальцы. Нет, не дашь. Я тебе даю пять минут. Поняла? Чтобы собраться и уйти отсюда. Давай. Пусть. Сейчас откусит полруки. Ладно. Посиди пять минут. А я, знаете, что решила? Тоже подумала и решила, девочки, брови покрасить. Пока она там. А я сходила в душ, уже попила чай. Ну, там, позавтракала, типа того. Вот. Будете спрашивать, что у меня за краска? Девчонки. Что у меня за краска? Professional Studio. Друзья, сейчас я вам покажу. Принесла на домофон, поставила. Сейчас. Короче, уже уронила только что эту палочку. И причем испачкала себе футболку. А я ее каждый день стираю, но секундочку, понимаете? Нос мой длинный летит в кадр. Вот. Стираю каждый день. Ну, и сразу в сушилке одеваю, потому что... Надеваю. Сейчас же поправлять начнете. Потому что это... Она не мнется. А остальное все у меня сложенное, помятое. В общем... А, мне позвонил курьер. Должен сейчас привезти. Сейчас я вот такая красивая встреча. Вешалку. Вообще, завтра, по идее, 20-го числа у нас доставка на ее. Ее, да. Вот. Но привезет сейчас. Вот. Я говорю, ну и хорошо. Значит, мы с вами ее соберем. Так, что хотела, значит, сказать... А, кофту испачкала, блин. Кофту испачкала. Ну, фиг с ним. Я зубы чистила, я ее тоже испачкала. Так. Скажите мне. Завтра, 20-е число, мы... Бачки одеть бы. Освещение плохое. Мы... У нас заканчивается временная регистрация в той нашей квартире. Мы шевелились. Ну, представляете, на 10 марта только можно записаться в МФЦ. А без регистрации, как бы, нельзя, типа, жить. Потому что штраф будет, по-моему, в районе от двух с половиной тысяч. Но я разговаривала с Дашей. Мама может. Даша, тебе привет. Ну, просто вот, пожаловалась я ей, говорю. Так и так, представляешь, не можем записаться. Вот. Она говорит, да че? Они когда переезжали тоже из Кунгура. Ну, что вроде... Че-то там какое-то время были без прописки. Вроде все нормально. Ну, блин, везде свои законы. Это на кого попадешь? Получается. Лучше ногу не испачкать, да? Парить испачкать. На кого попадешь? Вот. И я что-то так очкую. Не по-нашей вине это записаться. А то, что вот эта вот ситуация в жизни сейчас складывается в мире. И, в общем, я позвонила. Знаете кому? Риэлтору. Которая сопровождала наших покупателей. Но они же с Ириной знакомы. А она как раз сидит. У нее офис там, где купеческий. Там, где МФЦ. Я ей позвонила, говорю. Может, есть возможность. Ну, в общем, возможность есть на завтра. 400 рублей заплатила. Вот. Ну, за талончик. Потому что я обзвонила все МФЦ. Нигде. Леша ездил в Тополь в МФЦ. Я говорю, может быть, так получится записаться через госуслуги. Не получилось. Ничего нет. Он говорит. Дали номер телефона. Звоните. Я звоню. Попадаю в Тополь. Я говорю, у меня муж был. Сказали. Он говорит. Ну, только после 10-го. Я говорю, отлично. Вот. Но завтра мы поедем как раз. Завтра рабочий день, получается. Дети пойдут в сад. Сегодня Федя тоже пошел в сад. Никаких у него соплей нет. Кашля нет. Ничего. Все нормально. Они пошли в сад. Я полдня практически решала тут свои вопросы, которые не могла вчера решить. Позавчера с ним. Блин, как-то криво все это крашу. Вот. У меня в зеркало больше нет. У нас есть еще одно зеркало, но оно искажает. И Леша мне его еще до сих пор не повесил. Потому что я не решила, куда его вешать. То ли в ванну, то ли... Скажите, куда? В этот. В туалет. То ли... Ну да, то ли в туалет, то ли в ванну, то ли сюда в прихожую. Но здесь уже зеркало есть. И, наверное, надо куда-нибудь туда. В любом случае... Сейчас, девчонки, покажу вам краску. И мне ее надо покупать. У меня осталось там на... Буквально один раз покрасить. Раньше не экономила. Как заканчивается, что-то сразу начинается экономия. Экономика должна быть экономной. Но все, вроде бы ровно. Сейчас скажете. Прием! Слушайте, сейчас покажу краску. Насчет двери. Вот смотрите. Ну, если размах большой не делать, а вот именно если чуть-чуть, она не хлопает. Ну, она нормальна. Так что вот, ладно, буду курьера встречать красивые. Палец, конечно, испачкала. На домофоне вот у меня краска. В общем, вот такая студия Профессионал. У меня там, представляете, уже вот этой вот практически нет. Жидкость еще раза на три, наверное, хватит. Потому что больше. Там капель-то надо немного. А вот этот-то я не экономила. Понимаете? Куда на вас нужно смотреть? У меня другой ракурс. А жидкости... О, жидкости, кстати, нормально. А 20-го числа в Магнит Косметик здесь будет скидка. 20% на все. И я схожу, посмотрю. Если там нет, я-то ее покупала в обычном магазине бытовой химии. Куда она смотреть, девочки? Ладно. Что? Ладно. Складно. Она где ладил? Девочки, я встретила курьера. Вот так, да. Красиво вот так вот встретила. Вот вешалка, которую он привез. Сейчас будем с вами собирать. Это у меня на выброс коробки. Леша сегодня мусор захватила. Это вот какие-то пакеты. В общем, вся такая приблуда, да. Я подосвободила немножко. А это, девчонки, плед. На нем скотч надо отодрать и плед положить, стирать. Знаете, от чего плед? От телевизора. В нем был упакован телевизор. Сейчас я вам покажу. Ту-ду-ду. В общем, повесил вчера Леша телевизор. Кабель вот. Он через потолок как-то протянул. И он на самом деле грязный. Вчера же как его включили, сразу. Хотя его, когда упаковывал, он салфетками влажным вытирал. Я прямо это видела. Я все ему помогал. И вот сейчас нужно будет вытереть весь. И мы пока включаем его сюда в розетку. Я терпеть не могу. Когда провода торчат. У нас там нигде не торчали. Есть только удлинители лежали. Но нормально. Так, девочки, что еще хотелось сказать. Мне нужно разгрузить посудомойку. Сейчас кое-что расскажу. А, показать хотела. Вот как я вчера, значит, здесь все организовала. Смотрите, здесь у меня будут доски стоять. Здесь ложки, вилки. Вся вот эта приблуда. Это контейнер, представляете? Вчера, значит, здесь были три пакетика риса. Вот, которые варятся в пакетиках. Я когда-то давно покупала. И очень удобно иногда. Там один ребенок, если дома, рис бы скосорил. Ну, или самой себе, да? Ну, как-то так. И один пакетик перловки. Девчонки там были, мошки. Ой, эти жучки. Вы представляете? Но, ерунда в чем? Жучки были именно в перловке. На дне именно в перловке. А в рисе не было. Я его смотрела, смотрела. Леша говорит, выбрасывай. Я говорю, мне жалко. Три пакетика. Он говорит, два пакетика. Я говорю, три. Он говорит, так сам выбрасывай. Но там не было. То есть, ну, именно в рисе. Ни одной. Хотя пакетик с дырочками. Блин. Выбросила, естественно. И вот пока у меня стоит, он здесь. Так, что вот здесь? Здесь у меня будут стоять крышки. Прихватки здесь не будут лежать. Ну, это вот как-то так положила. Будут стоять крышки и нормально. Но они будут стоять на заднем фоне, скорее всего. Скорее всего. Не знаю, еще не решила. Почему? Потому что как-то мне кастрюльки вот эти вот, поприятнее, что они будут стоять. Ну, не знаю, девочки. Не решила, поставила вот так. Эти коврики еще никуда никак использовать не могу. То есть, у меня идей много, но коврика два. И поэтому я пока их просто сюда положила. И все. Лена, Елена Александровна, лаврушку. Правда, я ее уже читалась. Я пересыпала в баночку. Я ей уже фотку отправила. Ее пакетик мне душу грел. Так. Вот у меня еще вот были крупы. Они прямо так и лежали. Сейчас вот с этой стороны покажу. Они так и лежали у меня вот в этой вот штуке. И в ящики там, и привезли, и здесь. То есть, вот пока они у меня израсходуются, и все. Дальше что? Здесь, девочки, у меня стол мешает. Моей попе мешает стол. Коробки эти так и не убрала. Вот смотрите, оставила вот это вот так. Очень удобно. Это же баночки. Вообще, эти банки я планировала увезти на дачу. Давно. Вот, ну, еще в прошлый раз планировала. Все думала себе приобрести вот такие вот. Но не увезла. И поэтому пусть пока стоят так. Ничего не переворачивается. Очень удобно. Вот я знаю, что у меня здесь запас какой есть, да. Там по чуть-чуть что-то осталось. Надо израсходовать. Удобно. Вот подальше. Здесь у меня получается... Здесь сушеный чеснок в этой баночке. Был он в пакетике, я его пересыпала. Пришла, пришла королева. Здесь специи мои. Это тоже удобно. То есть я взяла, открыла, потом поставила. Здесь для выпечки все. Я не пеку. Поэтому оно стоит как бы здесь. Но в то же время не сразу, не в легком доступе. А вот здесь вот у меня с этой стороны, видите, уксус, фольга. Там, я не знаю, не фольга, а пергамент. Ну, тоже, что не каждый день нужно. Вот эти два средства стоят пока здесь. То есть их не каждый день нужно наливать, заливать, засыпать. А вот, скажите мне, я вам скажу. Этот капсул и вот эти вот поставила пока здесь. Видите, у нас посудомойка работает через удлинитель. Как бы не есть хорошо. И, ну, не хватает вот до сих пор этого провода. Ну, ладно. И у меня там картошка с луком. Что-то я хотела вам здесь показать. А, вот, вот. Леша мне вчера приделал. Хотя я могла сама приделать. Но я его попросила. Он говорит, вот сюда. Я говорю, нет, сюда не надо. Здесь планируется шторка. Пусть здесь. Как ты, говорит, будешь доставать пакеты, если оно здесь? Я говорю, Леша, дырки-то для чего? Как доставать? Как класть? Ну, в общем, как-то так. Ну, это всяко удобнее, чем будет эта штука стоять на полу. Согласитесь? Мне сказали, Оксан, не надо шторки никакие. Да? Типа, ну, оно и так нормально. Ну, девочки, может быть. Не знаю, куда пока приспособить. Видите, фит-парад у меня здесь. Новая упаковка. Корм и риски. Не знаю пока, куда приспособить. Ну, куда что? А, и вон там, вон, сухофрукты и консервы. То есть, ну, как бы тоже вот так вот выдвинул, достал и нормально. Может быть и нормально, но мне кажется, белая шторка лучше закрыть. Меня вчера поправили по поводу тюля, что он мужского рода. Я знаю, что он мужского рода, и все, кто меня смотрит давно, знают, что я знаю. Я потому что сказала так, думала про шторку, сказала тюль, а думала про шторку, ну, как бы вот. И здесь вот так выглядит. Мне это не очень нравится на самом-то деле. Что? А хотя с другой стороны, не знаю. Девочки, подумаю, подумаю, не решила еще. А здесь вот сверху будут еще чашки стоять на желтом полотенце. Тоже думала, оставить желтое полотенце. Ну, бывает же, я руками все равно буду мыть. Лучше на полотенце тогда ставить. А не вот на эту вот штуку. Ну, на подставку, не знаю. Посмотрим. Плита у меня грязная. И, девчонки, значит, по поводу посудомойки. Вот написали мне, зачем у вас семья небольшая, зачем посудомойка? Лучше на эти деньги, хороший реноволюм, чтобы потом его убить. Это хороший реноволюм, когда будет Леша шпаклевать, ремонт делать, ну, чтобы убить, да? Этот не жалко. А этот уйдет на дачу, потом я положу, знаете куда? По периметру нашего участка, такими кусочками, сантиметров там, по 30, по 40, чтобы трава не росла. Потому что в таких дальних этих, ну, неудобно там, когда трава растет, неудобно косить. Ну, в общем, я потом положу или в дом куда-нибудь. Ай, короче, хватит. Везде хватит. Вот. И поэтому по поводу посудомойки, это, мне кажется, пишут те, у кого ее нет. Потому что я сейчас, девчонки, два раза мыли посуду, я оценила посудомойку. В каком плане? Вот мы вчера поужинали, было много посуды. Вот это вот у меня все осталось, я помыла руками. Ну, потому что вроде как ножи нельзя и деревяшки нельзя, да? Доски, доски у меня вон там будут стоять. Но я загрузила посудомойку. Сама. Ну, как бы мне это вообще напрягнуть. Ну, там и немного так, чтобы посуду. Но минут на 20 я бы точно здесь зависла, мыла бы. И мы с Лешей смотрели тихо, спокойно телевизор. Понимаете, в чем дело? То есть, я сделала свои дела, накормила семью, загрузила посудомойку. И мы сидели, смотрели телевизор. Вообще круто. Леша занял вот это место. Я там сидела. Ну, сначала я ужинаю вот здесь, сижу посерединке, а потом убираю туда. Здесь мальчишки. Получается, по-моему, Арсений здесь сидит, Федя здесь. Тоже всем-всем очень удобно. Вот. Ну, получается, как-то вот так. Вот стол. Стол у нас очень большой. И вот, девчонки, чем больше стол, тем больше на нем всего лежит на ужин. И, короче, лучше стол поменьше. Вот. Хотя, очень удобно. Вот он какой размер. 120 на 80. Хочу, девчонки, хочу круглый, потому что реально много места. Мне даже его вытирать неудобно в два раза. То есть, получается, рука не дотягивается. Вот. Так что, так что, вот так что. Все вам показала, надо, короче, делать. Делать время идет. Дела надо делать. Пока помню, надо вытереть телевизор. Сейчас же забуду. Хотя я его одна не включаю, не смотрю. У меня генвейерская тряпочка. Обожаю ее. Самая лучшая тряпочка в мире. И вот с этой кучкой все-таки. Вот мне эту кучку, скорее всего, наверное, полочки до сих пор нет. Хотя можно одно на одно картошку поставить на картинку. Ладно, надо в ванну, наверное, с запасными средствами в ванну убрать. Хорошие, девчонки, тряпочка. Вот очень рекомендую. Может быть, даже никакая другая больше тряпкой не нужна. А вот для стекол и зеркал и для телевизора нужна. Она не в приглядном виде. Я вытирала окна у нас в той квартире. Резинки от черных резинок. Вот. Не отмывается, но ее прокипятить можно. Я не кипятила. А так мылом ее. Ею можно, соответственно, и телевизор вытирать. И все, что угодно. Девочки, вот прям очень-очень рекомендую. И кто уже пользуется, все давно оценили. Так, чул какой заляпанный. Ну, у мальчишек, если у нас пульта от него нет. У нас был пульт, стали пользоваться на том телевизоре. И, в общем, ну, тоже все сломался. Поэтому. Все, оттирает она. Замечательно просто. Ни разводов не оставляет. У нас здесь царапина какая-то. Я сегодня такая обратила внимание. Стою, смотрю. Ну, удобно. Но в дальнейшем он потом переедет в спальню. В детскую комнату. А здесь у нас будет... Видите, он под наклоном висит. А будет другой телевизор. И, возможно, чуть-чуть побольше. Ну, не знаю. Ну, Леша смотрит. Я, как бы, и не против этого. Но телевизор надо, надо. Иногда, когда там друзья приходят. Кстати, вчера как раз. Вечером приезжала пара одна. Я не выпивала ничего. И девушка тоже не пила. Мы чай пили. Ну, они пирожные привезли. А Леша... Ну, вот с парнем-то выпили. С парнем. Ну, я просто не буду называть. Они не хотят вообще. Не сниматься. Они, чтобы про них говорили. Хотя я говорю, вас же никто не знает. Ну, знаете, что? Вот. Так, ладно. Складно. Все. Все хорошо. Вот что тут какие-то брызги от краски, мне кажется? Нельзя, наверное, царапать. Нельзя, наверное, царапать, но ее поцарапать. Хорошо. Вот. Все замечательно. Вроде бы нормально, да? Нельзя. Ничего. Мне кажется, у людей есть какие-то разводы, но они... А, или они где-то высохнут сейчас? Не будет их. Тоже вот тут покоцанный. Господи, что не кидали в него? Скажите мне. А спросишь их, ничего не скажут. Ничего. Ну, все хорошо. Блин, девчонки, я про брызги забыла. Но эту тряпку нельзя сушить на батарее. Она вот у меня табуретка стоит, она у меня висит. Она в табуретке, там кантик. Ну, ноги можно ставить, если... Ну, в общем, короче, на табуретке она у меня висит, сохнет, а потом я ее убираю. Брови смывать срочно! Девочки, передержала малость. Ну, все равно уже лучше, согласитесь? Ну, всяко лучше. И причем сегодня, ну, как бы я еще раз помою, да, умоюсь. Еще завтра умоюсь, и они к завтрашнему дню уже будут хорошие. Единственное, что вот тут вот что-то как-то много краски на коже. А так нормально. Еще бы выщипал их мне кто-нибудь. А, мне надо, да, здесь наведаться в какой-нибудь салон. Не, я обычно сама щипаю. Нужно наведаться в какой-нибудь салон. И я, скорее всего, буду сегодня диван разбирать. Может быть, вечером, не знаю, посмотрим. Ну, когда, как там получится. Мне же на вешалку надо убрать то, что это, а потом диван еще кое-что положить туда, в куфик. Поэтому, девчонки, здесь так хорошо спится. Тьфу-тьфу-тьфу, прям вообще. Температура такая комфортная. То есть, если там от солнышка еще припекает, да, в детской, там, ну, батарея большая, да, и от солнышка... Ну, здесь прям вообще комфорт-комфортнейший. Вот, мне прям очень нравится. И не знаю, куда вешалку поставить. Знаете, с одной стороны, блин, поставить бы ее вот сюда. Вон, видно, не видно. Здесь, конечно, пипец, ну ладно. Вот сюда, вот простеночек, да, здесь есть. И поставить. Только диван еще немножко сдвинуть. Как там получится? 40 сантиметров, 43 она по глубине. Блин, вы у меня криво стоите. Но у нас голова-то здесь лежит. Я не хочу дышать пылью все равно. Ткань будет висеть, да. Я понимаю, один момент, когда шторы висят, а здесь много одежды будет, что меня напрягает. И с другой стороны поставить там. Но я не хочу заходить, видеть это. Понимаете? Но здесь получается еще с третьей стороны то, что эта комната у нас за углом. То есть, в принципе, вот Леша завтра может поставить двери. Кто сюда ходить? Никто сюда ходить не будет. Очень удобная планировка. Вот реально очень удобная. Мне все нравится, но не очень нравится то, что прихожая узенькая. Шкафа нет, шкаф будет. Скорее всего, я не хотела купе ставить, но скорее всего будет купе. Это, я так вот думаю, зеркальный полностью и по глубине вообще узкий. Сантиметров 45. Фиг с ним. Будем мы... Допустим, одна дверь. Допустим, он будет трехдверный. Одна дверь будет к прихожей относиться. То есть, там будут крючки какие-то висеть. Может быть, конечно, штанга выдвижная. Ну, не знаю, решим, да? Полочки, подобовь что-нибудь. Ну, то есть, потолок будет. А средняя дверь... Не знаю, что. И третья дверь. Допустим, допустим, постельное белье. Он будет по глубине небольшой. Получается, как вот у меня в той квартире был 70 сантиметров по глубине. И у меня в два ряда лежало все. Девчонки, я не помнила, что... Понимаете, да? В два ряда ты видишь только вот это вот, то, что здесь лежит, а что сзади нет. Я не помнила, что там лежит. Поэтому оно все копилось, копилось, складировалось. Чем больше площадь шкафов, вообще чего угодно, кухня, да, можно угловую сделать, я не хочу. Будет куда что запихать, еще больше хлама, я этого не хочу. У меня сейчас есть все необходимое, по большому счету. Ну, может быть, там, я не знаю, какой-нибудь планетарный миксер. К примеру, если мне предложат на обзор, ну, может быть, я соглашусь. Может быть, буду печь тесто, ну, печь что-нибудь, потому что я не умею тесто делать. Это может быть, но мне он не нужен. Вот прям откровенно говорю. То есть я же без него живу, я ничего не пеку, но, может быть, я буду печь так вот, если как... А так, если что-то еще нужно, я не знаю, вафельницы, фритюрницы, мне это ничего не нужно. И в моей кухне, как я планирую, кухня будет по прямой, до потолка, ну, почти практически под потолок. А то там шкафы получатся полтора метровые. Если антресолей никаких не будет, будут просто шкафы высокие. Вот. И вот у меня все практически уместилось. Не уместился и рискин корм, который в пакетах. Но это, опять же, мне присылали год назад. Вообще, хорошо расходится. Не уместилось, может быть, там еще что-то. Не знаю, мультиварка, та же самая, два термоса стоят в другой стороне. А так, по большому счету, у меня вообще ничего. Ну, то есть, мне хватает вот этого вот. Будет хватать, да. И здесь то же самое. Здесь у нас будет шкаф стоять. Не знаю, купе или распашной. И в этом шкафу будет штанга горизонтальная, чтобы одежда нормально висела верхняя. И получается то, что какие-то куртки ребят, наших мальчиков, будут висеть в этом шкафу. То есть, сезон, они взяли эти куртки, они будут висеть в прихожей. То есть, они будут их одевать, да. Другой сезон мы их поменяли. Ничего страшного в этом не вижу. Не хочу глубоких шкафов. Хочу простора. И вообще нормально будет. И, соответственно, будет отделение, где будет наша одежда лежать. Все. Я считаю, что будет все нормально. А у детей какие-то... Вот именно чтобы вешать верхнюю одежду здесь, а в том шкафу, который в прихожей будет стоять, что-то там где-то рубашки повесьте или еще что-то. Этого немного. Обычно это идут футболки, они мало места занимают. И я думаю, что будет все нормально. Напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. То есть, у меня мыслей-то очень много в голове. Понимаете? Но это просто их много. Когда коснется, я, естественно, буду более тщательно к этому подходить. Ну, на сегодняшний день... Видно? Красотка пришла. На сегодняшний день вот как бы я планирую вот так. А какие-то пылесосы или еще что-то. У нас будет на лоджии большой глубокий шкаф, там 60 сантиметров. То есть, там будет пылесос стоять, инструменты Лешины, что-то вот такое вот. В туалете тоже будет шкаф. У нас будет инсталляция. Ну, мне вообще, на самом деле, не принципиально, чтобы это была инсталляция. Но вроде она как дороже стоит, да? Но, девочки, мыть унитаз снизу это геморрой. Я понимаю, что у большинства, в принципе, обычно отдельно стоящий унитаз. Но я как помню, как я это все мыла в нашей той квартире. Места мало, жарко. Девчонки, у меня такой негатив после этого всего, да? И получается, что я хочу, чтобы унитаз был подвесной. Я и чаще мыть буду, потому что мне будет хотеться это делать. Ну, на самом деле. Сейчас он стоит, но ничего нет, ну, постороннего. Мне удобно там помыть. А вот когда будет эта инсталляция, да? Просто будет легче помыть, и все, не надо вот этих вот углов. Я бы и шкаф купе сделала подвесной, потому что вот эта вот направляющая, которая идет, мне эта система больше нравится. Есть еще подвесная система. Там тогда, соответственно, двери ездят по потолку, скажем так, да? Мне меньше нравится. Поэтому мне нравится больше вот на полу вот эта вот направляющая. Она тоже пачкается. Ее тоже геморройно мыть. Ватными палочками, зубочистками, особенно, когда там что-то, ну, такое прям застрянет, да, скажем так. Но, но, вот так. Так, у меня белье, кстати, постиралось. А, вы, кстати, видели? Я вам не помню. Показывала, не показывала, как мы моемся. Как мы моемся. Пойдем, я покажу. Так, в общем, здесь Леша, или, мне кажется, я показывала, или мне доживю. Клеенку приделал, вот он приделал речки и клеенку. Клеенку стоит, стоит, вот до сих пор. Ну, то есть на пол ванны, да? А если ванну нужно набрать и полежать, я, кстати, еще ни разу не лежала. Просто ее приподнять, ну, положить на бортик. И нормально. Гель для душа, для подмывания у меня стоит здесь. Руки помыть, это если туалет занят, тоже вот средство здесь. Мочалка пока здесь. Вот тут вот полочка стоит. Она, конечно, такая, ее крепить же надо, но, видите? Вот, но удобно. Вот оно удобно, что вот так вот. На данный момент удобно. Там тоже какие-то, какие-то, какие-то брови. Видите, я говорю, здесь вот зеркала нету. А так, по большому счету, здесь место большое, зеркало здесь будет. Машинка, а потом раковина. А машинка будет вот в этой же стороне. Здесь у меня вот так зеркало стоит. Что-то вот здесь вот берем, да? Ну, то есть вот в этом контейнере очень удобно тоже. Пыль вытекает нормально. Сдвинул и все. Или потом выложил ее, сполоснул и все. Девочки, вот у кого нет, вот я давно, год назад или полтора, в фикс прайсе покупала. Это, блин, безумно классная вещь. Обожаю ее. Вот, блин, блин. Вот этот блин пристал. Ну, прям обожаю. У кого-то я знаю, что есть такие стаканы, куда кладутся ватные диски. Вообще не понимаю, честно. Искренне говорю, вам не понимаю, потому что пыль, вот где их брать-то можно, да? Пыль ложится, это все равно прикасаешься к лицу. Ладно, что-либо другое, но вот это к лицу прикасаешься, не знаю. Вот, или там ранку какую-нибудь. Они пыльные. По мне так, и место занимают больше. А вот эта вот штука, то есть она вот... Я вообще, когда я еще не купила, я такое именно мечтала. Я говорю, почему нет отдельно, ну, вместе для ватных палочек и для дисков? И девочки, буквально, прям, я не знаю, не прошло и года, грубо говоря, и я увидела фикс прайс, я сразу же, я прямо обрадовалась. Очень удобная вещь, очень. И здесь у нас еще ножнички маникюрные. Очень удобно, то, что все вместе. Я 10 тысяч раз повторюсь, что это крутая вещь. Как и тряпка, вот эта гринвейлевская, для стекол и зеркал, она тоже крутая. Да, выходим, не бросишь ее в стиральную машинку, но я, на самом деле, ее редко стираю, короче. Ну, короче, как-то так. Вот, так что, очень рекомендую. Здесь у нас корзина, здесь тряпка, что-то вытирали, короче. Мальчишки пока складывают сюда одежду, потому что у меня корзина в основном практически всегда полная, потому что я сейчас много час стираю. Вот, и вот в этом шкафу, как я и говорила, поставлю сюда бытовую химию. Здесь порошки. На заднем фоне, ну, там, короче, станки запасные, что-то такое, да, пенза, пенза, пенза. Здесь в коробочке это Фаберлик. Обрезала ее тоже. Для ванны средства. То, что не каждый раз пользуемся. Ну, так вот. Очень удобно тоже. Ничего не видно. И слава богу. Просто единственное, что его надо приподнимать, он же как бы кверх ногами стоит. Ну, он должен горизонтально стоять, а стоит и шаркает. Ну, я, мне не стремно приподнять. И в то же время, Леша сюда не лазит. Вот здесь, это мое место. Здесь у мальчика висят полотенца. В комнате они не висят. А вешалка, помните, когда еще я приезжала, вешалка сюда привезла, так, блин, не убирается. Потому что все вешалки на балконе, в пакете, ну, вот, сегодня как раз их задействую, и вот эту вот. А это у нас полотенце для лица. Как правило. Ну, и иногда руки, конечно, в темно, я его часто меняю, поэтому висит. Вот эта штура, девочки, очень-очень старая, но очень хорошего качества. Во-первых, ну, моя штура, она такая тканевая. Ну, да. И на ней, видите, как бы, как показать-то? Ну, на ней, даже если оно что-то будет, на ней ничего видно не будет. То есть у нее расцветка хорошая. Мне нравится мне расцветка, как таковая, да? Но она практичная. И ванна у нас на метр семьдесят, но Леша сказал, что можно было даже на метр пятьдесят оставить. Я говорю, почему? Он говорит, ну, большая, да, ну, нормально, большая. Нет, ему вообще круто. Детям понятно. Он говорит, ты там будешь прямо, тебе неудобно будет. На метр пятьдесят я помню, что мне не хватало чуть-чуть ее. Мне метр шестьдесят три-шестьдесят четыре рост. Чуть-чуть не хватало. И я думаю, что если когда мы будем ремонт делать, да, может быть, все-таки на метр шестьдесят будем покупать эту акриловую, да, или какую? Не акриловую. Какую я говорила? Стальную только три с половиной миллиметра, чтобы металл был. И она у нас стоит на деревянных вот таких вот опорах. А почему, девочки? Потому что слив высоко. То есть, так бы она стояла и на полу, а слив высоко, пришлось ее приподнимать. И как-то мне сказали, Оксаны, весы в ванной, наверное, скоро худеть будет. Ну, худеть как бы надо бы, скоро весна. Ну, их же тоже куда-то надо было поставить. Поэтому поставили туда. Вот. Ну, в общем, все нормально. Вот здесь вот, значит, этот крючок. Здесь ничего нет. И как бы нормально, шторка задвигается полностью. Ну, короче, девочки, вы поняли. Меня вообще, вообще, вот меня прям все устраивает. Главное, что это удобно. А то, что некрасиво, да нормально. Стиль лофт. Никто не отменял, я вам уже говорила. А так все замечательно. Зеркало нет, да и фиг с ним, что нет, я сейчас не крашусь. Он стоит маленькая и хорошо. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!